Друзья, всем привет большой! Сегодня у нас выпуск, посвященный обзору новой кухонной машины Cooking Chef Xcelic. Буквально час назад к нам привезли нашу модель, которую мы заказали, ждали ее буквально несколько дней и нам ее доставили. В августе месяце я делал некий обзор, сравнение с действующей машиной 9040, где мы разбирали подробно, чем они отличаются, что входит в комплектацию. Но мы получаем большое количество вопросов от наших студентов, что входит, какая комплектация, что для чего нужно. И вот сегодня я хочу показать на примере нашей поставки и того, что приехало к нам. Мы будем сейчас раскрывать коробку, проходите снова по всем деталям, насадкам, по всему. Я дам свои рекомендации, как пользоваться, ну и вы своими глазами увидите, что содержится в этом черном ящике. Поехали! Давайте приступим! Сама коробка весит 24 килограмма. Но большой плюс в том, что доставка осуществляется прямо до двери, вам не потребуется чья-то мужская сила, если вы, предположим, хрупкая девушка. Вот. Нам доставили, так как мы живем в Санкт-Петербурге за два дня всего, что очень быстро, понятно, если вы находитесь в каком-то отдаленном регионе, доставка может занимать чуть дольше времени. И по нашему промокоду TheChef.ru, вот здесь он будет написан, будут крутые бонусы. Вы от компании Kenwood получите на данный момент любую насадку на ваш выбор, а от нас вы получите большое количество бонусов. Это обучение, любой онлайн-курс на ваш выбор на сайте TheChef.ru. Также вы получите сборник классных рецептур, которые я сам составлял по мармеладу, мороженым и сорбетам. Также курс по работе с этой машиной. Мы там его рассматриваем именно на модели 90-40, но они, в принципе, по логике работают одинаково. Вот. Поэтому, если заказали, пишите обязательно нам, мы откроем вам все бонусы. Так. Скрыли верхнюю часть. Здесь мы сразу же, кстати, смотрим. Здесь идет крышка для нашей дежи. Здесь у нас идет вот такой набор различных документаций. Здесь на разных языках представлена инструкция, но в первых вот этих партиях на русском языке не было, к сожалению, инструкции. И ее вот ребята подсуетились и быстро сделали. И сейчас она идет отдельно. Она, как принято, сверху на коробке, что супер круто. И офис молодцы, хорошо постарались. Давайте пойдем дальше. Так. Достаем лишний пенопласт. И вот эту верхнюю коробочку. Все упаковано, посмотрите как. Прям очень детально, для того, чтобы не повредить машину при транспортировке. Здесь, я так понимаю, какие-то насадки. Да. Уже честно не помню, что идет. В какой коробке. Давайте вот сразу же по порядку и пойдем. Вот эта, как я сказал, она будет накрывать нашу чашу, для того, чтобы испарения не разлетались по всей квартире, когда вы что-то готовите. Ну и не брызгалось, если вы что-то взбиваете. Очень большое количество жидкости. Лопатка. Кстати, она не термоустойчивая. И очень часто просто в разных студиях вижу, кто не знаком, для чего она предназначена. Многие в горячей смеси пихают, и она превращается просто в корявый такой пластик. Вот, она предназначена для муссов, для чего-то вот такого. Следующая насадка, то, что внутри нашей коробочки, тут сразу же бросаются в глаза вот такая вот силиконовая штука. Она идет в комплекте аж с двумя такими насадками, что, кстати, очень удобно. Они, в принципе, по жесткости. Возможно, кстати, вот эта черная немножко более жесткая. Но их можно вот как раз использовать, к примеру, одну для кондитерских каких-то вещей, другую, предположим, вы готовите что-то мясное, ризотто, чтобы они по вкусам не перебивались. Идет она все вместе вот с такой вот штукой. Эта лопатка, она предназначена... Это вообще одна из самых моих любимых, я, наверное, в каждом ролике это говорю. Одна из самых любимых, потому что она позволяет нам делать какие-то вещи, да, помешивая, все хорошо перетирая в деже-миксера. То есть оно вот все прям хорошо объединяет, счищая все со стеночек благодаря вот этому силикону. Очень крутая штука. Вообще не понимаю, почему в других миксерах еще не додумались до такого. Вот, она идет сразу же с двумя частями, чтобы можно было их менять. И они моются хорошо в посудомоечной машине. И вообще с ними никаких проблем никогда не бывает. Следующая насадка у нас состоит также из двух частей. Это вот такой вот барьер. Сейчас покажу вообще, для чего он нужен. И сама непосредственно насадка. Насадка для перемешивания, помешивания, для приготовления каких-то воков. В общем, приготовление на высоких температурах. Она будет хорошо перемешивать. А вот эта вот часть, она крепится у нас на ежу сбоку, создавая барьер. Если не использовать ее, вы просто будете как бы гонять продукт по кругу. А вот эта часть, она у нас позволяет перемешиваться нашему блюду. И все хорошо получается. Также, кстати, по поводу насадок. Очень часто спрашивают, что регулируется, не регулируется. У меня не достает венчик и не взбивает один белок. Ну, предположим, такое часто бывает. И любая насадка, она у нас регулируется. У нее есть такой вентиль. А в комплекте идет специальный такой ключ, который позволяет как раз открутить наш вот этот ключик. И уже мы можем выставить его по высоте. То есть мы его откручиваем, поворачиваем. И все, он у нас выставляется. Но нужно тоже быть с этим аккуратным. Потому что венчик, если мы опустим очень низко, и когда он будет взбиваться, он будет прям биться по нашей чаше. Это не очень хорошо. Он быстро выйдет из строя, он может лопнуть. И это неправильная эксплуатация. Поэтому нужно выставлять именно так, чтобы он был максимально низок по отношению к нашей деже. Вот. Пойдемте дальше. Ключик откладываем тоже в сторону. Тоже незаменимая лопатка. Такая вот насадка. Это у нас К-образная лопатка. Ее по-другому называют. Используют ее для песочного теста. Также для приготовления ржаного хлеба, предположим, когда мы замешиваем. Либо вот я вчера готовил нугу. Для того, чтобы смешать всю эту плотную достаточно массу, нам потребуется тоже вот она. Тоже очень-очень базовая, но нужная насадочка. И в этой коробке также мы можем увидеть такой скребок. Он пластиковый. Тоже позволяет достать какую-то массу непосредственно из дежи. Хорошая штука для работы с тестом. Насадка. Также у нас проварка. Для тех, кто следит за здоровым питанием, очень незаменимая вещь. Потому что в нашем миксере имеется индукционный нагрев, который позволяет готовить нам что-либо на пару. Это вообще тоже хорошая штука. Это прям вставляется в чашу нашу. Сюда выкладываются продукты. И мы можем готовить даже какие-то демсамы на пару. Либо мясо. Ну, все, что вы любите готовить таким способом. И для того, чтобы куда-то ставить нашу дежу. Дежа бывает очень горячая, потому что температура аж 180 градусов максимальная у миксера. У нас есть вот такая вот приятная подставка, которая позволит сохранить вашу поверхность. Столешницы. Это очень часто бывает, когда что-то горячее ставим. Там круги потом образовываются. Так что, кем вот думает о таких вещах и сделал такую подставку. С этой коробкой все. А мы переходим дальше. Достаем нашу. Оп. Шумим. И вылетела насадочка у нас еще дополнительная. Так, с насадками мы не закончили. Сейчас я сниму вот эту вот пенопластовую установочку здесь. Ой, какой он красивый. А я прям, прям это как новый автомобиль купить. Прям очень круто. Так, коробка большая. Ну, у нас есть балкон, будем хранить ее на балконе, да? Так, слушайте, я люблю рвать, а что, упаковка, такое дело, приятнее ее вот прям вот так вот грубо снимать. Сейчас я сразу же удалю все, что здесь нам не потребуется. О, здесь сразу же венчик установлен. И провода даже закрыты у нас получается. Так, оп. Господи, она блестит. Кстати, к нашему миксеру уже пошел где-то, ну, по 4 года на самом деле. Посмотрите, какой он. Ну, сейчас он не самый чистый, но вот как он выглядит после 4 лет эксплуатации. На самом деле, если его натереть, он практически как новый. Поэтому, поэтому круто. Сейчас кое-что расскажу, кстати, по поводу, по поводу дежи. Очень многие спрашивают по моменту, но сначала мы поговорим с вами о венчике, который идет сейчас в комплектации. Так, переверну я к вам буквально лицом, чтобы вы лучше видели. Мы сейчас будем разговаривать с вами про венчик. Венчик вообще вышел в новые, совершенно уникальные формы. Да, он более гнущийся такой вот. Но, к сожалению, у многих это вызвало череду возмущений. То есть, сразу же все начали думать, что он какой-то более хлипкий, маленький и не такой хороший. На самом деле, были проведены исследования и доказано, что такая форма и такие гнущиеся прутья, они стали более эффективными. Они взбивают лучше и показывают результат тоже лучше. Поэтому, кто уже работает на таком, тоже нам начали писать, да, венчик прям супер крутой и к нему претензий никаких нет. Но, если вы на регулярной основе готовите, там, предположим, зефир или нугу, вам нужен венчик, который будет справляться прям с тугой массой. Вот раньше в 90-40, в 90-60 шел вот такой вот венчик. Мы еще застали это время. Но, я скажу честно, с него что-то снимать, какую-то маску повоздушную, не очень удобно. Поэтому он даже проигрывает в этом плане. Но у официалов такой венчик отдельно купить нельзя. Но мы знаем, как минимум, три сервисных центра, куда вы можете обратиться. Они вам продадут его отдельно. Поэтому, если есть такая нужда, пишите нам, либо вот ссылочка будет в описании, если вы смотрите это на ютубе. Поэтому с венчиком вот такая история. И у него форма поменялась, если вот вы прям посмотрите, да, она немножко другая стала. И это тоже как раз-таки не просто так делается. Ученые, которые работают в кемово-то в офисе, они следуют и смотрят на результативность. Вот такой вот венчик. Так же он регулируется, как я сказал, по высоте, что очень важно, когда мы работаем с разным объемом. Вот так вот машина у нас сейчас стоит. Это не есть правильно. Вообще хранить ее в таком положении не рекомендуется. Многие видел, что в кулинарных студиях даже у них вот так вот стоит в ряд. Но это неправильно, потому что основной мотор находится в верхней части. И как и любой другой мотор, он содержит в себе масло моторное. Когда оно так стоит долгое время, моторное масло все сходит в одну часть, собирается. И потом мы такие, хоп, резко, хоп, начинаем что-то готовить. Масло не успевает распределиться. И оно вообще вот даже были случаи, начинало капать. Это все из-за того, что мы неправильно используем технику. Хранится он только вот в таком состоянии. На нашей кухоньке стоит красиво. Вот. Так что так вот. Защитный кожух. Оп. Такой вот он. Он, кстати, по-моему, такой же абсолютно, как и от этой модели. То есть взаимозаменяемый. Он нужен нам для того, чтобы работала индукция. Без нее, если мы не будем вставлять, функции индукционного нагрева не будет работать. Также дежа 6,7 литров. Огромная дежа, которая позволяет нам работать очень комфортно с тестом. Те, кто выпекает хлеб дома, это просто находка. Вот. И нам буквально вчера написал пользователь, который приобрел машину. Он был немножко сначала удивлен и расстроен, что у него какие-то вмятины находятся на чаше. Но на самом деле они даже не чувствуются. Это шов. Шов, который соединяет как раз-таки вот эту вот часть индукционной чаши, которая позволяет нам, собственно, распределять тепло равномерно по чаше. Поэтому это все нормально. Если вы видите вот эти точки, это заводская история. И бояться ее ни в коем случае не стоит. Но, как и сказал, если вы работаете с тестом, такая дежа, она будет очень удобна. Но не только из-за своего объема, а вообще из-за того, что машина позволяет работать нам с индукцией. И, соответственно, у нее есть подогрев. И можно расстаивать тесто непосредственно в самой деже. Выставляете 30-40 градусов, в зависимости от того, что вы делаете, какой у вас объем и все такое. И прям оставляете непосредственно в деже тесто растаять. Это очень удобная штучка. Также имеем вот такую насадку. Это крюк. Как раз-таки для теста, для тугого теста. Эта машина тоже, это одно из распространенных вопросов. Справится, не справится. Тугое тесто, те же самые пельмени, еще что-то вообще без проблем. То есть, я часто сам готовлю пасту, какие-то такие вещи. Она хорошо справляется. Жена вообще печет хлеб ежедневно. И проблем, и нареканий к этому нет. Крюк вот такой, да, он позволяет нам все хорошо замешивать. Вот. Давайте склеим наклеечку. Самая волнительная. Как и автомобиль, и всего. Оп. Вот такие здесь вот все хорошо упаковано. Слушайте этот звук. Да, конечно, сенсорный экран это то новшество, которое вот прям сразу же бросается в глаза. Потому что у модели 9040 экран, он значительно меньше, и он не сенсорный. То есть, здесь можно управлять непосредственно выбором на кнопках. Это все тоже регулируется. Но здесь у нас пришла прям инновационная такая разработка, которая позволяет управлять. Давайте подключим его сейчас к сети и будем смотреть. Включим машину. Впервые она включается. Теперь надпись Kenwood появляется такая красивая. И пишет нам Hello. Нажмем сюда, как он и просит. И здесь сразу же нам необходимо выбрать язык. Нам потребуется выбрать здесь, конечно, русский язык, чтобы было нам все понятно. Кстати, очень сенсорно тактильный, приятный очень сенсор. Хорошо работает. Так, онлайн. Здесь, кстати, можно сразу же ознакомиться с машиной. Какие у нее есть функции новые. Но мы сейчас пропустим. Я вам так расскажу. Следующим шагом будет у нас выбор темы. Здесь появилась такая функция, чтобы как-то скрасить машину и сделать ее под вас. То есть, можно выбрать любую картинку. И я думаю, что она будет пополняться. Выберем тему. Мне нравится, к примеру, флаг Великобритании. Сейчас машина просит связать аппарат по Wi-Fi модулю с мобильным телефоном, чтобы можно было легко и дистанционно управлять. Также там большое количество рецептур, которые доступны. И вы можете сразу же готовить, управлять оттуда как полноценным экраном. Это очень удобно на кухне делается. Но есть один нюанс. К сожалению, в России такая функция, точнее приложение, пока не действует. В связи с законодательством, разработчики Kenwood уверяют, что решат эту проблему буквально в ближайшее время. В марте месяце она уже будет в открытом доступе. Можно будет скачать. Поэтому чуть-чуть необходимо потерпеть. Потому что машина прекрасно и так работает. В ней есть много предустановленных программ. Целых 24, которые позволяют вам работать и создавать какие-то шедевры. Ну и мы при заказе через нас, через промокод TheChef.ru, даем очень крутой курс, где мы показываем не просто рецепты, а принцип работы. Но этот курс был снят как раз-таки к модели 90-40. Но так как они, в принципе, работают практически одинаково, то есть здесь появились еще дополнительные фишечки, вы поймете на примере этого курса, как все устроено, на что нужно обращать внимание, чтобы у вас получались разные классные вещи. Поэтому вот при покупке мы сразу же открываем вам доступ. И просто я вот гарантированно отвечаю, если вы пройдете его, будете вообще знать эту машину, как своего какого-то родного человека. Ну что, мы сейчас проверим работу индукции. И, собственно, весов это то, что самое, наверное, многожидаемое. Да, потому что весы это хорошее решение, оно позволяет нам не использовать дополнительное какое-то место. Мы делаем все в машине. И проверим с вами индукцию. Собственно, это, наверное, то, с чего стоит проверять машину, когда вы ее приобрели. Потому что очень важно, чтобы оно все исправно работало. Многие пишут, как проверить. Все работает. Что мы сделаем? Мы сейчас, в первую очередь, наденем вот такой вот кожух. Кожух позволяет работать индукционному нагреву. Закрываем. Выставляем сразу же сюда чашу. Оп. И опускаем. Все. В таком состоянии у нас уже будет работать наша индукция. Весы появились у нас не только в Диже, да, и мы можем добавлять туда и взвешивать. Они у нас появились еще и во втором месте, непосредственно вот на сверху нашей машины. Что тоже позволяет, пока мы что-то делаем, отвесить продукты, поставив сюда какую-то емкость. Вот. Давайте посмотрим, как работает. Вот здесь есть у нас такой значок весов. Мы просто на него нажимаем. И, собственно, он показывает у нас значение. И вот, выставив сюда, оп, сколько у нас здесь, давайте посмотрим. Аж литр воды с копейками. И вот как раз этот литр мы сейчас будем добавлять непосредственно в чашу. Для того, чтобы вообще весы заработали в самой чаши, не нужно особо ничего делать. Мы можем просто открыть нашу машину. Видите, экран у нас сразу же поворачивается автоматически, чтобы нам было удобно смотреть на него. И в таком уже положении, да, наши весы готовы. И мы можем прямо туда отмерять. Мы сейчас добавим эту воду. Ну вот. Наша емкость весила, да, чуть больше 100 грамм. Мы будем сейчас кипятить ее. Посмотрим, сколько по времени займет непосредственно довести до кипения. Наденем сейчас, чтобы пары и быстрее, собственно, у нас все происходило. Здесь работает все максимально интуитивно. Здесь мы выбираем время, которое хотели бы, да, чтобы у нас работало. Также у нас здесь есть непосредственно скорость. Это если что-то мы взбиваем, перемешиваем, готовим. И, конечно же, температура. Сейчас нам потребуется только температура. Мы выставляем ее диапазон от 20 градусов. И он у нас буквально шаг в 1 градус. Это позволяет нам готовить при максимально точной температуре. Мы выставим сейчас аж на 180 градусов. Это максимальная температура, которая позволит нам очень быстро вскипятить воду, либо какую-то другую жидкость. И нажимаем подтвердить. Начинает работать индукция. Не знаю, как слышно сейчас с этого микрофона. Работает она достаточно нешумно. То есть это не будет шум какой-то, который будет стоять на всю квартиру. Также здесь запустился таймер. То есть он будет показывать, сколько у нас по времени что-либо уже готовится, чтобы мы как-то ориентировались. Это тоже очень-очень удобно. Давайте посмотрим, за сколько вскипятится эта вода. Ну что, друзья, нашей машине потребовалось чуть больше 4 минут, чтобы вскипятить литр воды. Хороший результат. Я сейчас не буду больше ничего готовить, потому что у нас на самом деле огромное количество рецептов. Вы можете посмотреть их на нашем YouTube-канале, либо на сайте. Все представлено. По машине 90-40 огромное, просто около 100 рецептов уже. По этой машине также уже есть десятки рецептур. Поэтому также вы можете их найти у нас. И мы сейчас переключаемся на эту машину. Будем уже снимать столько на ней, удивлять вас, радовать хорошими, качественными, проверенными рецептурами. Также не забывайте по промокод. Как и обещал, мы по нему даем большое количество разных курсов, в том числе и по работе с машиной Cooking Chef. Также куча разных пособий. И вы сами можете выбрать обучение у нас на сайте. Поэтому все подробно будет написано по ссылочке в описании. Либо пишите нам. Всем ответим. До скорых встреч.